Белоруссия Рождественский бал, как альтернатива дискотеке. Впервые в истории Центра детского творчества воспитанники и педагоги вместе закружились в вальсе. Порцию красоты и благородных манер под вечную музыку Григо и Шопена получила Диана Унфольд. Итоговая феерия и задел на год наступивший. Бобруськ готовится к официальному принятию статуса культурная столица Белоруссии. Первый экзамен сдали воспитанники всех школ искусств города на Березине. Диана Унфольд с рождественского концерта. Все школы искусств слились в едином порыве. Получилось фееричное шоу. Где же сказка? Где же чудо? Неожиданности где? Неожиданности на сцене опережали друг друга. Балет сменялся симфонической музыкой. В зале аншлаг. На сцене поют, танцуют, играют около 700 участников. Новички и юные артисты, но уже со стажем. Я уже 5 лет выступаю на больших сценах. Занимаюсь в первой школе. И мне уже это привычно. Я думаю, мы отрабатываем почти на все 100%. В хоре я первый раз, первый год в школьном. И, конечно же, я испытывала увольнение, что это всегда страшно. Мне очень нравится эта атмосфера. Мы достаточно хорошо отработали. Мне очень все понравилось. Я не волновалась, потому что это уже не первый мой концерт. Я также участвовала в многих республиканских и международных конкурсах. Меня готовил мой педагог, Перхова Екатерина Николаевна. Рождественский концерт стал символическим подведением итогов Года культуры. Хотя экзамен в самом разгаре, но смотря на свои ладошки, которые стали красные, я давно так не хлопал. Хочу сказать, что экзамен сдам на 10. Отлично. Высший балл в сфере культуры поставило руководство Бобруйска. За 2016 год более 500 мероприятий прошли с неизменным успехом. Первый музыкальный конкурс имени Оловникова и концерт «Мы вместе». Выступление наших знаменитых далеко за пределами города земляков и возвращение легенд на родину. Гена Рабкин, который подарил Эфраиму Севеллу вместе со своими одноклассниками. И это наш Егоров Иван Дмитриевич, который привез нам выставку замечательных московских художников. Поэтому используя эту возможность, я говорю, земляки-бобруйчане, приезжайте к нам в Бобруйск. Кроме земляков в этом году на «Венок дружбы» приедут новые участники еще из четырех стран. Знаете, как «Венок дружбы» сплетается? Когда каждый предыдущий коллектив привозит новый следующий. Так вот, Венгрия приезжает к нам благодаря нашим турецким друзьям, прежде всего. Норвегию везут, опять же, наши земляки-бобруйчане. Мексику привозят латыши. Церемония официального открытия года «Бобруйск. Культурная столица Беларуси» состоится 3 февраля. Первыми примут огонь на себя участники концерта, посвященного Бобруйску. Затем эстафета перейдет в март. Театральный, впрочем, каждый месяц будет отмечен тематическими событиями. Планируются гастроли и Большого театра. Диана Унфальд, Елена Кутузова, Иван Боровой, Павел Зуев. Сегодня в Бобруйске. Пять в новом году. В Бобруйске растет количество пожаров. В минувшие выходные один из них унес жизнь бобручанки. Об обстоятельствах трагедии Ангелина Дикун. Трагедия на улице Кольцова разыгралась поздно ночью. Сигнал бедствия в Центр оперативного управления Бобруйского Гручес поступил в 2.40. Спустя три минуты на место выехало шесть пожарных расчетов. Дом уже горел открытым пламенем. Обрушились перекрытия и кровля. Это все связано с тем, что было позднее обнаружение загорания. Так как это произошло ночью, в тот период, когда все спали. Обнаружили уже когда по внешним признакам, когда уже слышали стреляющий шифер, когда уже услышали, как стреляют окна. Уже на месте соседи сказали спасателям, что в доме, возможно, есть человек. Гражданка 70-го года рождения, нигде не работающая. Как пояснили соседи, временами были факты, как говорится, злоупотребления спиртными напитками. Ну а так вообще характеризуется довольно положительно. Пожар унес жизнь бобручанки и оставил на месте дома Помпеи. Проверку по факту гибели проводит Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета. Причины пожара устанавливаются, но в качестве главной версии специалисты рассматривают неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Ангелина Дикун, Иван Боровой. Сегодня в Бобруйске. Почти 600 бобручан решили стать ремесленниками в 2017 году. Столько горожан обратились в Бобруйскую инспекцию Министерства по налогам и сборам с письменным заявлением. Сумма поступившего в бюджет платежа составила чуть более 12,5 тысяч рублей. Напомним, что физическому лицу для занятия ремесленной деятельностью не обязательно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Необходимо заранее встать на учет в налоговый орган по месту жительства и уплатить сбор в размере одной базовой величины – 23 рубля. Первый класс по-новому. Минобразование пояснило порядок приема в первый класс детей младше 6 лет. Сейчас в первый класс принимаются дети, которым до 30 сентября исполнилось минимум 6 лет. Прием в школу ребенка, которому исполняется 6 лет чуть позже, сегодня не предусмотрен кодексом об образовании. Чтобы решить вопрос о зачислении в школу ребенка, психологически и физически готового к школе, но не достигшего возраста 6 лет, родителям нужно обращаться в Министерство образования. В новой редакции кодекса предусмотрена возможность приема в первый класс детей и в более раннем возрасте по решению учредителя учреждения образования. Это означает, что родители смогут получить такое разрешение по месту проживания без лишней волокиты и заявлений в вышестоящей инстанции, сообщает Белта. Право на участие в чемпионате Европы по вольной борьбе завоевали представительницы Бобруйска. В стайках проходило первенство Беларуси среди юниоров по женской вольной борьбе. Команда Могилевской области заняла первое общекомандное место. Весомый вклад в победу сборной внесли представительницы Бобруйска. Они заняли три первых и одно второе место в разных весовых категориях. И грянул вальс. Рождественские балы продолжают шествие по Бобруйску. Первый светский танцевальный раут в истории Центра творчества детей и молодежи организовали воспитанники и педагоги. На балу побывала и наша съемочная группа. Бальными танцами Светлана Елисеева занимается с детства. Но сегодня у педагога-организатора Елисеевой первый в жизни бал. Волнительный момент, все так торжественно. Учитывая то, что ты доступный педагог в обыденной жизни, а тут по давению волшебной палочки пришлось воплотиться в настоящую принцессу. Первый бал в истории Центра детского творчества детей и молодежи создавали дети, молодежь и педагоги. Пришлось заглянуть, скажем так, в историческую прошлую рождественских балов, которые проводились с целью не только активного отдыха, но и, опять-таки, каких-то нравственных этикетов, воспитаний, в манерах одежды. Я искала платье, прежде всего делала прическу, красилась. Это очень волнительно было. И я люблю такие мероприятия. Это всегда какой-то праздник, и ждешь на таких мероприятиях всегда чудо какого-то. Я тоже репетировала, смотрела, как танцевать вальс. Можно почувствовать себя принцессой на этом. Это и есть возможность такая. Средь шумного бала нашлось мгновение и для мастер-класса. Бал-то первый, самое время учиться. Вальяжно. Можно немножко обратить внимание на свою девушку, девушку на партнера. Я хочу, чтобы каждый ребенок, каждый педагог получил в себе удовольствие от этого бала, потому что мы только это возрождаем. Пускай это будет у нас традицией. К балу подготовились два десятка пар. Изобретатели и танцоры, рукодельники и чтецы Центра творчества перевоплотились в записных кавалеров и писанных красавиц. Костюмы, платья в пол, локоны и балетки. Идет время. Оно требует поиска новых форм, новых подходов. Меняется наша молодежь, меняются их запросы. И поэтому многие из тех форм, которые мы использовали ранее, они уже устарели. Наша задача сегодня напитать, насытить их красотой, чтобы они послушали, окунулись в красоту классической музыки, в красоту танцев. С поставленной задачей организаторы справились. Бал прошел с соблюдением танцевального этикета, благородством, манер и изыском. Вальсы, полонез, полька и классический ручеек под зажигательный канкан. Надо там дым немножко увеличить. Быстрее, быстрее двигаемся, юноши. Целомудренные взгляды сквозь опущенные ресницы и легкое прикосновение рук. Все, как несколько веков назад. Но самое главное, всем удалось создать атмосферу чудесного Рождества. Христос с нами, который дает нам радость, дает нам утешение, дает нам смысл жизни, дает нам и надежды, и уверенность в том, что с Богом, с верой все будет благополучно. Попасть на первый бал Центра творчества удалось далеко не всем. Уже в следующем году организаторы планируют устроить вечер для современной молодежи в классическом стиле, более масштабном. Тайным голосованием участники бала выбрали лучшую пару, но мы оставим это в тайне. Победила красота и благородство. Диана Унфальд, Иван Боровой из Рождественского бала. Сегодня в Бобруйске.